Ручной клади запрещенными ничего не осталось? Толи щиряющая жидкость и шампуни. Согласно данного приказа, туши все убрали? Даже тушь для ресниц попала в стоп-лист. О дополнительных мерах безопасности при досмотре пассажиров предупреждают еще на регистрации, пока вещи не отправлены в багаж. По директиве Росавиации в салон самолета отныне нельзя брать жидкости. Вообще. В том числе даже во флаконах объемом менее 100 мл. Однако исключения все же есть, успокаивают в аэропорту. Пассажиры с детьми смогут взять на борт детское питание. Не в промышленных масштабах, конечно, а столько, сколько нужно ребенку на время полета. Например, одну баночку пюре на час пути. То же правило действует и в отношении медикаментов. Диабетик или кто-то, да, полетит, ему будет конкретно определенно, что мне надо в полете сегодня по этому времени произвести какой-то укол или что-то. Ну так, пожалуйста, если есть медицинская у него справка, все остальное, пожалуйста. Это не возбраняется. Но только на время полета. Он не повезет себе, например, 10 ампул. Он повезет только одну ампулу на эти два часа, когда он летит до Москвы. Под запрет также попадает большая часть женской косметички. В салоне воздушного судна прекрасной половине человечества придется забыть о туалетной воде, блеске для губ, лаке для ногтей и прочей жидкой косметике. Но пассажиров все это, похоже, не напрягает. В салон самолет это можно, конечно, обойтись и без этого. Мы знали об ограничении, нисколько не тяжело их соблюдать. Наверное, может быть, так и надо. По-прежнему свободно брать с собой на борт можно лишь жидкости, купленные в дьюти-фри или торговых точках, расположенных уже после зоны досмотра. По словам сотрудников аэровокзала, повышенные меры безопасности являются временными. Олимпиада в Сочи будет проходить с 8 по 23 февраля. С 7 по 16 марта состоятся Паралимпийские игры, после которых все аэропорты вновь будут работать в прежнем режиме. Александра Михеева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.